Всем доброго утра из Москвы в ДНХ. Золотая осень у нас стоит. Деревья уже потеряли свои листья. А мы выдвигаемся в сторону Минска. Время 7.43. Машинка опять собрана. Немножко подлатали её после Монголии. Починили пару вещей. Не знаю уж насколько. Забыли поменять тормоза. Но я думаю мы сейчас по дороге поменяем передние колодки. 7.43. Планируем сегодня доехать до Минска. Там нас ждёт две девочки, которые нас хостят. И выдвигаемся мы в Европу. Надеюсь там погода лучше. Ну что, двигаемся мы уже по проспекту Мира. Небольшие пробочки уже 8 часов. Москва заполняется работающими людьми. Горит у нас чек-энжин. Вчера заправились не очень хорошим газом. 646 километров. Показывает общий километраж. 86-76-1. Посмотрим сколько мы накрутим по Европе. Будет интересно опять это посчитать. Вот так вот Москва с утра выглядит. Показывающе выглядит у нас сейчас Москва сити, утопая в облаках, в тучах. Только что въехали мы в Смоленскую область. 11.49. Вот прям знаки тут написано Смоленская область. Небольшая церквушечка или что это такое. Золотые березы вокруг стоят. И наша любимая бензоколонка подсолнух. Андрюха умеет кататься, я не знаю, как это называется-то. Моноколесо. Вот такой вот интересный интерьер в этом ресторанчике быстрого питания. Кафешке двухэтажный он. Интерьер, конечно. Смотрите, какая красота. Вот такой вот теремочек у нас здесь. Тихо. Мультфильмы для детей под открытым небом. Это все потрясающе. Местечко, конечно, очень уютное. Простите. Простите. Простите мы границу Россия-Беларусь. Вот такие вот здесь очереди из большимеров. Граница ничем не примечательная. Сзади нас остался пункт досмотра. Ничего даже нас не остановили. Проверяют документы. Особо выборочно проверяют документы. Ну что, у нас время полвосьмого. Мы немного потусовались в Смоленске. Большая очередь из грузовиков до границы со стороны Белоруссии. Везут к нам белорусских приветов. Устрицы белорусские к нам едут, я так чувствую. В Беларуси очень много морепродуктов. Вот такая длинная очередь. Стоят они в три ряда. Конечно, очень много. А мы продолжаем ехать дальше. Сейчас у нас поступила информация, что в Европе газ порядка 80 рублей за литр. Конечно, тут уже прям начинаешь задумываться. Ну что, время 22 часа 25 минут. Въехали мы в Минск. Сейчас мы поедем к нашим постелам. Они живут как раз на окраине Минска, что очень удобно нам будет потом и выезжать отсюда. Мы не едем в центр. Погода так себе в Минске. Дожди. Надеюсь, в Европе все-таки по суше. Не хотелось бы сейчас дождей. Странные указатели были на платную дорогу. Не совсем я поняла. Во время всей трассы были указатели, что дорога платная. Сейчас был указатель, что закончилась платная дорога. Не поняла я, где взимают плату. И взимают ли ее вообще за эту дорогу. Какая-то техника едет военная. Но мы доехали бесплатно. Ничего у нас не взимали. Никаких пунктов оплаты не было. Это мы уже едем в сторону Минска. Доехали мы до Минска. Курс белорусского рубля 1 к 31 с копейками. Почти 32 рубля. В очередной раз испытываю разочарование, что даже рубль дешевле белорусского рубля. Это, конечно, что-то с чем-то. Учитывая размеры нашей страны, сложно это пережить. Вот. Город уже обезлюден. Не знаю, здесь спальные районы, никого нет. Бензин стоит рубль 39. Чуть дороже, чем в России. Не знаю, сколько стоит сейчас газ. Были газовые заправки, но мы не заезжали. Мы заправились на территории России по Смоленскому. Пока нам не надо. Завтра, перед тем, как выдвинуться в Польшу, поеду заправлюсь, буду знать, сколько стоит газ. Питаю надежду, что газ в Европе не намного дороже. Ну, хотя бы в полтора раза хоть будет. Ну, не 70 рублей за литр. Конечно, бешеная цена. Как-то прям меня убивает этот момент. Вот. А Минск спит. Интересная архитектура у Минска. Такая строгая. социалистическая классика. Мне очень нравится. Он такой весь строгий, квадратный. Я была в Минске. Такой основательный, как раньше была Москва. Смотрите, какие замечательные дома. добрались до Минска. Вот в этом доме мы будем жить на 15-м этаже. Так что, я думаю, с утра нас ждет вид на утренний Минск. Даже не знаю, в какой он стороне. нет, по-моему, вон туда центр. Андрюха спит в машине. Я занесла вещи. Сейчас буду его будить. Пойдем уже отдыхать. Могли, конечно, раньше приехать. Очень много времени мы провели в Смоленске. Ну, вроде как к 10.30 нас ожидали. Вот в 10.40 мы и приехали. Ой, потрясающе, конечно. Путешествие это всегда что-то новое. Всегда это что-то необычное. Смоленске. Смоленске.